Как сообщает Единая пресс-служба, цитируя председателя Гурсовета Дмитрия Демина, одного из разработчиков документа, правила разрабатывали, опираясь прежде всего на гуманное отношение к животным, на основные международные принципы содержания животных, но в то же время с соблюдением правил городского общежития. Документ разделен на два основных блока. В первом определены права и обязанности владельцев домашних животных. Это касается преимущественно владельцев собак. Начальник управления по благоустройству Георгий Ильин уточнил, что необходима обязательная вакцинация и регистрация домашних животных в ветеринарных клиниках. Второй блок содержит правила регулирования численности безнадзорных животных. В частности, обозначен порядок гуманного отлова особей, их регистрация и перечень мест, где животных запрещено прикармливать. Серьезные споры вызвал вопрос об организации приюта для безнадзорных животных непосредственно в Сергиевом Посаде, где бы занимались их передержкой, вакцинацией, всеми положенными процедурами. Сейчас этим занимается Ногинский муниципальный приют по договору. Но введенный карантин по бешенству в настоящее время не позволяет увозить собак из нашего района. На администрацию Сергиева Посада с предложением вышел частный приют «Гвардия», который располагается в Березняковском поселении. Он готов предложить услуги по приему животных со всего района и в числе первых из Сергиева Посада. Как вариант, было предложено, что Ногинск возьмет на суп подряд Березняковский приют на время карантина. Но единого мнения по этому вопросу не было выработано.